Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги «Экклезиасты», читая перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну вот у нас книга приближается к завершению, и эти последние три главы, они выглядят как некая коллекция довольно разных изречений. И, собственно, уже мы увидели это и в девятой отчасти, то есть как будто «Экклезиаста» забыла о своей основной теме, а он к ней вернется. А пока, может быть, в эту книгу вошли просто изречения, которые были произнесены или написаны этим человеком до того, как такое, знаете, приложение. И в целом очень похоже на книгу притчи. От мертвых мук смердят и бродят благовония. Малая глупость перевесит и мудрость, и почет. Ну вот мудрость и глупость, как и в книге притчи, это такие два, пожалуй, основных понятия, с которыми эта часть имеет дело. Ну и, соответственно, мертвые мухи, если нападают, ну у нас это называется ложка дегтя и бочка меда, да, а тут мертвая муха в благовонии. Сердце мудрого влечется вправо, а сердце глупого влево. Соответственно, правая и левая сторона, как и во многих культурах, и в русской культуре в том числе, они оценочны. То есть правое – это хорошее, а левое – это плохое. Или правильное, неправильное. Глупцу, даже когда он просто идет по дороге, разума не достает, и всем видно, как он глуп. Что это значит? Ну, кстати, кто за рулем бывал, на дороге дураков очень хорошо видно. Конечно, когда они без автомобиля, это не настолько очевидно, но человек себя ведет неадекватно. Если правитель на тебя разгневан, не беги проще, кто владеет собой, тому многое простят. А вот такой необычный совет, вообще экклезиаст, это же царь в Иерусалиме, да, и вот тут многие советы этой книги, они связаны именно с царской жизнью и с жизнью, скорее, при царе. Это не столько наставление царю, почему я еще думаю, что автор на самом деле не был царем, это лирический герой. Царь бы своим детям и преемникам оставил наставление, сын мой, будешь царствовать, вот так и так себя веди, вообще этого нет ничего. А как себя вести при дворе? То есть это скорее такой человек, который хорошо знаком с этими вещами, соответственно, не торопись уходить от ответственности. Вот, кто владеет собой, тому многое простят. Понятно, что не обойтись без ошибок, да, и если человек себя ведет адекватно, то ему могут и простить эти ошибки. А если глупец, то вот другая история. Видел я также под солнцем зло, творимое владыкой по заблуждению, а глупость вознесена высоко, а богачи сидят на земле. Я видел, как рабы ехали на лошади, а вельможи шли пешком, как рабы. Вот тоже мудрость при царском дворе, да, то есть когда смешиваются понятия о добре и зле, о правде и неправде, и, соответственно, социальная иерархия переворачивается, да, рабы и вельможи меняются местами. Кто роет рам, яму сам в нее упадет, кто проломит стену, того ужалит змея. Ну, про яму это даже стало русской поговоркой, не только, впрочем, русской. Понятно, что это засада, то есть строят яму на пути другого, а, может быть, подкапывают под стену дома, потому что, ну, как тогда воровали, вот проламывали стену или подкапывали под нее, и змеял жаль того, кто проломит стену, для того, чтобы ночью ворваться в дом и украсть там что-нибудь. Каменнотез поранит себя, дрова колоть опасно. Хм, странно, что же, не работать? Ну, вот есть опасные профессии, вдруг неожиданно сюда это попало. А если железо притупилось, это его не наточишь, что придется напрячь силы, а нужна была мудрость. Это про дрова, кстати, очень подходит, тупым топором ног не наколешь, надо со всей силы лупить, а можно поточить его, и тогда все пойдет гораздо лучше. Если еще до заклинания укусит кого змея, то уже не нужен заклинатель. Предполагается, что заклинатель – человек, способный справляться со змеями. Слова мудреца услада, а глупца его собственные уста пожрут. Вновь тема мудрости и глупости. Начало его речи неразумно, а конец их зло и безумства. Прямо как из книги притчей. Неразумный многословен, но не дано человеку знать, что будет после него, кто поведает ему это. А вот вернулась старая тема, что будет после нас. Экклезиаст очень озабочен тем, что мы не можем предсказывать будущее, и то, что мы делаем, плоды нашей деятельности потом будут кому-то переданы. И не факт, что нам распорядиться с умом и хорошо. Работу утомляет глупца, ведь он даже не знает, как дойти до города. Ну вот странно, что значит дойти до города. Наверное, самое простое поручение – пойти отнести что-то в город, да, или забраться оттуда. И вот про царя, наконец. Горе тебе страна, чей царь слуг, а вельможи пируют с утра. Счастлива ты страна, чей царь знатного рода, а вельможи едят в урочный час. Подкрепляются, но не пьянствуют. Это похоже на тоже мудрость и притчи, но обратим внимание, почему царь и слуга-то плохо. Есть у Киплинга чудесное стихотворение, оно, кстати, на книге притчи основано «Раб, который стал царем». Вот почему он плохо. А потому что у него привычки раба, потому что он не берет на себя ответственность. Мне кажется, здесь ровно про это, что царь, который становится царем путем заговора, очевидно, какого-то дворцового переворота. И он себя и ведет как заговорщик, он не обладает достоинством наследного правителя. Ну и вельможи живут не для того, чтобы себе брюхо набивать, а для других целей, при том, что, ну, конечно, они подкрепляются, да, конечно, они пируют. В доме лениво проседет потолок, где руки ленивы, там протечет крыша. Вот такие банальности, даже думаешь, зачем мы включили сюда? Может быть, чтобы дать людям немножко передохнуть от какого-то высокого такого богословия или мрачного пессимизма. Пиры для радости, вино для веселой жизни, а серебро – ответ на все вопросы. Что? Это экклесиаст говорит? Простите. Разве не начинал он с того, что он пировал, пил вино, стыжал богатство и все это назвал ерундуей? Кто-то другой здесь у нас заговорил. А может быть, это тот самый глупец? Может быть, вот здесь вот, знаете, перед нами такая загадка – вычеркни лишнее, да? Вот дают такой психологический тест. Картинки с четырьмя предметами, один лишний. Вот здесь как будто много изречений, некоторые лишние, некоторые как будто этот самый глупец произносят. Вот не могу по-другому объяснить. «И в мыслях не злословь царя, и даже в спальне не говори дурно о богатом. Птицы небесные передадут твое слово, крылатые разгласят твою речь». Сегодня в эпоху гаджетов, которые нам подкидывают контекстную рекламу, еще неизвестно, что кому они подкидывают, узнав от нас. Очень актуальное изречение. Тогда, конечно, этого не было. И в мыслях не злословь царя. Но мы, если пока еще читать не научились, может, тоже научиться, конечно. О чем это? Мне кажется, этого изречения подобное предшествующему. То есть, вино для веселой жизни, серебро – ответ на все вопросы. Царя надо всегда только хвалить. То есть, это такая мудрость глупости. Это вот такие правила, как прожить беспечально, но и бессмысленно. Может быть, я не прав. Вот я бы это все заключал в кавычки и такой какой-нибудь смайлик на полях рисовал. Если в Библии можно было бы смайлики рисовать при переводе. Это подмигивающее что-то такое. Или так, в кавычках. Ну, не знаю. Может быть, я не прав. Может быть, это экклесиаст под конец говорит. Ладно. Не нужно уже вот этого всего печального такого настроя. Давайте вот просто поговорим, как жить. Вот как молодому человеку построить свою жизнь. Сейчас объясню. В 11 главе продолжается эта тема, но здесь уже, пожалуй, больше мудрости, чем вот такой житейской хитрости, которую мы только что читали. В 11 главе продолжается. Продолжение следует...